Друзья, пятницу в нашей программе уже сложно представить без веселых, разнузданных химических опытов. И ярким представителем профессионального химического сообщества в нашей программе является профессор Полимеркина, она же Валентина Сидоревич, она же... Как эта история у нас называется? Шоу профессора Звездунов? Да. Самого главного профессора. У нас небольшие поправочки совсем недавно произошли. И теперь, Валентина, у нас Саман Досюк, Анисидоревич, Валю, поздравляем тебя со сменой фамилии. Я вот только что переживал, говорю про голливудских звезд, вот пока, вы знаете, мы смотрим на экраны, на них красивых, прекрасных, они, оказывается, живут какую-то жизнью, рожают детей, выходят замуж. Друзья, с профессорами та же история, все это... Не, ну это веселье того, что жизнь продолжается. И жизнь состоит не только из химических опытов, но именно о химических опытов пойдет речь в нашей программе. Спасибо. Да. Ну, сегодня... Доброе утро. Не только химия у нас, у нас уже еще и физика в нашем научном шоу. Именно поэтому сегодня мы бы хотели поговорить о... Мы, профессор, о прочности. О прочности различных предметов. Вот, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот шарики, они прочные, если на них какое-то воздействие оказывать? Там, поджигать, еще что-нибудь сделать? Если давление на них оказывать, то невозможно и выдержать. В рамках свадебных конкурсов, да, частенько на них оказывают давление. Они выдержат. А если вот какие-то уже тепловые воздействия, то тогда уже... Да, вы абсолютно правы. Шарики, они не очень прочные материалы, если их поджигать, сильно подогревать. Ну, а как говорится, опять, лаборатория профессора Звезданова может все с точностью до наоборот доказать. У нас с собой есть сегодня очень мощный лазер. Лазер. Серьезно? Да, очень мощный лазер. Не слепите соседей по ночам, нет? Нет. А то у меня был такой сосед, который постоянно... Добрая лаборатория профессора Звезданова, мы таким не занимаемся. Вот такой вот у нас лазер. Вот он, да. И он действительно очень мощный. У меня есть шарики, как вы видите. И чтобы, так скажем, дать фору шарикам, я решила их надуть один в один. То есть у нас два... Вот если приглядеться, видно, что внутри там еще и черный шарик. Да, внутри черный шарик, а сверху у меня розовый шарик. Чуть-чуть поддуй розовый шарик. И давайте попробуем этим лазером... Прожечь его? Прожечь, да. Прожечь два шарика. Это возможно? Вообще, вообще, да. Да? Да, вообще, возможно, легко. Главное в глаза не светить. Нет, ну это действительно мощный лазер, потому что я на нем вижу надпись «Дэнджер». Он супердэнджер. Да, это... Ну, короче, в общем, надо соблюдать меры безопасности. Поэтому есть какие-то... существуют правила на предмет использования лазера? Ну, не светить в глаза, я думаю, не светить в камеры. Вот так вот пускай. Именно так. Именно так. Хорошо, держи. Так, смотрите. Мы возьмем сейчас шарик. Так, как-нибудь вот так вот, давайте, чтобы вот видно было. Наводим лазер. Ага, не... И... А может, Алексей будет наводить? Давайте Алексей, Андрей. Почему-то взорвался именно черный шарик. Взорвался настолько черный шарик. А розовый, как вы видите, остался цел и невредим. А если сейчас подольше подержать еще лазером? Нет, и я сейчас объясню, почему. Потому что светлые цвета, они пропускают свет через себя, а темные цвета, как черный, темный, синий, темный, зеленый, они его вбирают в себя, они не пропускают никакой свет. Поэтому у нас светленький шарик все пропустил, а черный шарик вобрал в себя все тепло, согрелся и бабахнул. Как это символично, да, поскольку... Ну, знаете, друзья, есть... Ну, все смотрели «Звездные войны», есть светлая сторона, есть темная сторона. И если у джедаи есть лазер, то зло будет наказано и умрет первым. Абсолютно верно. Если хотите, вы можете попробовать еще раз. Давайте еще раз попробуем. Собственно, давайте сразу покажу, как оно происходит. Правильно же надо надуть еще шар в шар, и еще один секрет расскажешь прямо сейчас. Да, вот черный шарик мы всовываем в розовый. Можно я снова буду джедаем? Можно. Можно ты будешь легкими нашу программу все-таки? Ну, хорошо. Все сам, все сам, друзья. Ну, смотрите, надувай тоже, мы долго учились, конечно. Слушай, а как это технология особая? Конечно. Это сначала надо розовенькие надуть, потом черные, потом розовенькие еще поддуть. Ну, Валя будет легким. Не сильно много надувай, чтобы у нас времени это много не взяло, и чтобы ничего у нас не лопнуло самое главное. Вот вытащить черные. Я вообще не знал, что лазерные указки способны... Здесь даже написано «Осторожно». Ну да, конечно, здесь соответствующие надписи придумываются, по крайней мере, существуют. Ну что? Ну, практически все. Попробуем еще раз уничтожить зло, которое маскируется внутри добра. Да, давайте я, наверное, даже просто завязывать не буду, буду держать. Давай, попробуем еще раз. Ну что, я с удовольствием сделаю так. Так, ага. И направляйте. А, подожди, вот. Вот. И главное, ручку не шевелить. Барабанная дробь. Так. Почему-то у нас не хочет зло. Что здесь такое-то? Алексей, вы же джедай. Я же вас... Ну джедай же вот так делать, я вообще стараюсь. Тихо-тихо. Все, давайте, просто еще раз. Возможно, я его плохо надула. Может, мы боком надо подержать, потому что задняя часть, она более толстая, возможно. Давайте, давайте попробуем. Так, так, да. Мне кажется, вот сейчас... Как мне нравятся ваши эксперименты. О! Я знаю, почему. А теперь случилось наоборот. Потому что Алексей на черной стороне. Да? На злость. Люк, я твой отец. Я знаю, почему розовый шар взорвался. Я увидела на нем маленькую дырочку, которая, видно, была истончение, так скажем, шара. Во-первых, наверное, из-за дырочки. И еще, знаете, из-за чего может быть? Из-за того, что черный шар, видите, у меня предыдущий, он был прямо в серединке, он не прислонялся к стеночкам розовенького шарика. А так как у нас прям было все очень плотно прижато, я думаю, все нагрелось. Поэтому, в общем, чтобы вот такие фокусы дома выполнять, необходимо все-таки розовый шарик поддувать еще больше, чтобы черный не касался стенок розового. Правильно, Валя? Да, абсолютно верно. Юля, ну, напоследок... Я просто не успокоюсь, если мы не накажем, если мы зло не накажем, я не удовлетворю. Не-не, пусть, Алексей, я... Ну, ладно, ну, ладно. Ну, ладно, я создаю. Все, видите, что-то быстро происходит. Отлично. Обожаю профессоров, которые могут объяснить результаты любого опыта, даже если он был неудачным, хотя в нашем смысле у нас как-то все переплелось. И физика, и химия. И джедай. И философия. Опыт, он всегда опыт. И невозможно, чтобы опыт был неудачным. Это же... Любой опыт, он полезен. Даже если там что-то пошло не так, это в любом случае можно всегда объяснить, понять, что же произошло, докопаться до истины в этом случае профессоров. Все правильно, что-то пошло не так. Валя, спасибо. Мы любим эту фразу здесь, на телевидении. Валя, спасибо большое, что пришла вновь к нам, что нас порадовало. Валентина Сидаревич в прошлом, Самандасюк ныне. В гостях у нас была профессор Пали Меркина. Приходите к нам еще, ждем следующую пятницу. Обязательно.